Подготовка к летнему ремонту дорог в Самаре на финишной прямой. Всего в этом году планируют привести в порядок 51 улицу. Также уже стартовал масштабный ремонт Южного моста и путепровода Аврора. Перед тем, как класть асфальт, нужно поменять все, что под ним – трубы, теплосети, проложить все кабели, чтобы потом не копать новые дороги. Причем самим сетевикам такие вскрытия влетают в копеечку. Особое недумение вызывает тот факт, что игнорируя справедливые требования администрации города в части координации работ по ремонту подземных коммуникаций владельцы и арендаторы сетей в конечном итоге сами несут значительные финансовые потери, так как при восстановлении после проведенного ремонта дорога должны применяться дорогостоящие строительные материалы. План дорожного ремонта городские власти заранее направили ресурсоснабжающим сетевым и строительным компаниям. Успеть проложить и отремонтировать все сети под дорогами, где будет ремонт, компании должны до середины июня. Мы здесь должны серьезно над этим задуматься, потому что на самом деле это нанесение ущерба муниципальному имуществу, зачастую федеральным деньгам, если говорить о системе Платон. И в общем-то нанесение ущерба акционерам, кого вы здесь представляете. Очень прошу вас всех, руководителей сетевых компаний, представителей, отнестись очень взвешенно к этой теме. Ситуация в этой сфере будет идти только по усилению санкций и по усилению ответственности должностных лиц, которые допускают такое перерасходование средств. Для тех, кто не успел, есть альтернативный способ прокладки коммуникации – горизонтальное бурение, когда новый асфальт ломать не надо, но он гораздо дороже. Некоторые сетевые компании, чтобы избежать лишних трат, решили заранее переложить в теплосети. Из-за того, что своевременный и заблаговременный план до нас были доведены, мы помимо пяти у имеющихся плановых объектов дополнительно еще 16 объектов перекладываем в этом году, чисто только под реконструкцию дорог. Значит, это порядка, мы направим чуть меньше 400 миллионов рублей. Контакт есть. Все сетевые организации готовы уложиться в отведенные сроки. И масштабных перекрытий дорог для ремонта не намечается. На короткий срок с 1 по 8 июня планируют закрыть лишь Волжский проспект напротив гостиницы «Волга». И с 3 по 5 июня улицу Полевую от Галактионовской до Самарской. В остальных случаях движения будут ограничивать только на одной полосе. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.